Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Значит, недавно начали встречаться с молодым человеком. Недавно это сколько? По времени. Потому что, если недавно для вас это, скажем, неделя, две недели, три недели, месяц, это одно. Если недавно, это полгода, год, это другое. Поэтому здесь нужно именно в первую очередь определить, сколько времени вы встречаете сейчас. Так, все прекрасно, чувства, будто уже очень давно с ним знакомы мы год. А знакомства, знакомства и то, что вы начали встречаться, это разные вещи. То есть, вы можете быть знакомы и два года, и три года, и десять лет. Но, если вы именно начали встречаться, то есть, у вас появились отношения, это совсем другое. И разбираться нужно именно с этим. С другой стороны, если вы знакомы уже год, то, наверное, вы составили свое представление об этом человеке. И знаете, какой он человек, что он из себя представляет, какие у него особенности характера, какие у него сильные, может быть, слабые стороны, недостатки, достоинства, что вам нравится, что не нравится. То есть, вот, тут вот нужно тоже более четко сформулировать то, как вы его воспринимаете. Он говорит, что любит меня очень сильно, но я ему надоело, и расставаться он не хочет, и не знает, что ему делать. Давайте еще раз. Как это проявляется, то, что он любит вас. Но, я ему надоело. А надоели чем? Если вы ему надоели, значит, наверное, вы его чем-то тяготите. Как-то, чем-то вы его тяготите. Вот чем именно вы его тяготите. Дальше. Расставаться он не хочет. Почему он не хочет расставаться? То есть, понимаете, такое ощущение создается, что мужчина находится в противоречии с собой, с самим собой. Либо, сознательно или нет, он манипулирует вами. Ну, для какой-то своей цели. То есть, имеет место быть именно манипуляцией вами. И здесь нужно определить, кто выигрывает. Кто выигрывает от того, в каком состоянии находится ваш молодой человек. То есть, если выигрывает он, грубо говоря, это одно. Если выигрываете вы, это другое. Но нужно разбираться, почему так происходит. И, собственно, кто что получает от этого. Грубо говоря, если молодой человек ведет себя с вами вот так, негативно. Да? Что это? Не дает вам того, чего хотите вы. Не дает вам то, что... Значит, ну, не дает вам то, на что вы рассчитываете. И так далее. То вам самой нужно определить, чего вы хотите от этого человека. И по отношению к нему тоже нужно выработать отнош... Значит, свою позицию. Какая она? Все это нужно для того, чтобы вы реально находились в той ситуации, которая сейчас имеет место быть. То есть, чтобы вы не идеализировали, не обесценивали ее, не отталкивали, не скатывались в элизерные представления. Понимаете? Потому что, если мужчина не решителен, если мужчина, ну, например, боится ответственности, или боится сближения, или просто, допустим, в себе не уверен. То это его проблема. Это не ваша проблема, в любом случае. И свою проблему мужчина должен решать сам. Так что, в этой ситуации важно не забывать, чего хотите вы, что нужно вам. Что нужно вам, для чего нужно вам, и как вы это можете получить для себя. Потому что важно, чтобы вы не попали в зависимость от такого нерешительного мужчины. Цитата. У нас все хорошо, я тебя люблю, но я сижу и просто понимаю, что мне надоело все это. Все это, все это. Все это надоело. Это что? Саня, здесь нужно больше конкретики. Что именно надоело? Вот вы, например, говорите, что я ему надоело. Что напалкивает на мысль о возможном вашем проецировании того, чего боитесь. И хотите вы на то, что говорит мужчина. Потому что мне надоело это все. Это не значит, что вы надоели ему. Тут вот нужно разграничить, разграничить данное утверждение. То есть, почему вы считаете, что вы ему надоели. И чем это, чем это оборачивается для вас. И соответственно, что надоело мужчине конкретно. И как он, что собирается с этим делать. А я ему не надоедаю специально, веду себя адекватно. Так, ну вы ему не надоедаете специально, а надоедаете как? Не специально. Понимаете, тут вот тоже довольно-таки не точное выражение. Если вы надоедаете человеку, и вы знаете, что есть такой момент, что вы ему надоедаете. То нужно более внимательно смотреть за реакцией человека на то, что вы делаете. И просто уважать его личные границы. Если вы чувствуете, что вот вы... Да, вы этого хотите, вам это нужно. Но то, что вы делаете, его разгрошает или ему неприятно, или вызывает скуку, или что-то еще. То этого делать не нужно. Вот. А веду себя адекватно с ним. Адекватно это как? У нас все хорошо. Опять же, все хорошо это как? Что все хорошо это очень такое, знаете, оценочное осуждение. Все хорошо для кого? Для вас или для него? Ну, когда вы говорите, что вы ему надоели. Он говорит, что ему надоело все это. То есть, ну, не так уж все и хорошо. Получается. Не ссоримся. А может быть нужно? Может быть нужно вывести его на ссору, чтобы в ссоре он высказал наконец, что его беспокоит, что ему нужно, какие у него проблемы. У него так со всеми девушками, как он мне говорит. На мой взгляд здесь проблема доверия, потому что вы ему не доверяете, не совсем доверяете. Либо сомневаетесь в себе и подсознательно боитесь, что дело в вас, а не в нем. То есть, с причинами такого восприятия, с причинами именно такой позиции, именно таких мыслей тоже нужно работать. То есть, нужно разбираться, почему вы можете так думать. Вот. Если у него действительно так со всеми девушками, то, опять же, его это не оправдывает. Ну, если у тебя проблемы с девушками, ну, начинай, как бы, с ними работать. А то получается так, у меня так со всеми, и все, и не трогайте меня так. И что теперь? Что делать-то дальше? Ну, со всеми у тебя, и почему вы должны страдать? Из-за того, что у него со всеми так. Чья проблема? Если это его проблема, проблему надо решать. Если человек не хочет решать, значит, его все устраивает, и он не желает, чтобы было по-другому. Это его выбор, но вам, в данном случае, нужно тогда делать свой выбор, и не в пользу этого молодого человека. Так, может ему отдохнуть нужно от меня, пока не соскучится? Может быть. Может быть. Если проблема серьезная, то отдых не поможет. На самом деле. Ему нужно к психологу для работы над своими проблемами. Если это манипуляция, если это проблема неглубокая, и мужчина использует ее для чего-то, то да, он соскучится. Но тогда это может говорить о том, что человек с высокой долей вероятности пытается вас как-то починить, лишить свободы, сделать так, чтобы вы чувствовали себя в зависимости от него. Это тоже не есть хорошо. Поэтому, да, сейчас, возможно, имеет смысл одолеться, имеет смысл свести общение к минимуму, да, взаимодействие к минимуму. Не совсем его прекращать, но, и, как бы, не оставлять его на таком уровне, на каком он есть сейчас. На каком оно есть сейчас. Вот. И посмотреть, как будет. Потому это совершенно справедливо, что вы не обязаны терпеть подобные отношения к себе. Вы здоровая девушка, здоровый человек, здоровая личность. Вы хотите полноценных отношений, а не такого подвеченного состояния, как у вас есть сейчас с этим мужчиной. Вопрос в том, что вы готовы реально делать для себя, для своих желаний, для реализации своих потребностей. Именно вы. Не кто-то другой, а вы. Потому что, когда вы говорите, например, о том, что, вот, всё прекрасно, и чувство, будто уже очень давно с ним. Это вызывает ощущение, что у мужчины для вас значит что-то большее. То есть вы вкладываете в него значение большее, чем оно есть на самом деле. А это говорит о ваших потребностях, о ваших желаниях. И именно с вашими желаниями, чтобы более грамотно, эффективно и полно их удовлетворять, нужно разбираться. В первую очередь. Понимаете? То есть не менять человека, да, менять другого человека не имеет смысла. А смотрите, как вы во всей этой ситуации, ну, находитесь. Чего вы хотите? Как вы оказались в этой ситуации? Насколько вы свободны? Насколько вы удовлетворены? Чего вы ждёте? Чем обусловлены ваши ожидания? Понимаете? Чтобы вы не страдали от других. Чтобы вы не делали того, чего вы не хотите для других. Чтобы вы были свободны. Вот это единственная цель, которую вам нужно преследовать в этой ситуации и вообще всегда в жизни. Вот. Поэтому если считается, что отношения себя изживают, то сделайте пазл, общайтесь с ним, но не сближайтесь, тем более не встречайтесь, потому что, ну, как бы, тем более всё это надоело. Вот. И показывайте ему, что живёте своей жизнью, показывайте ему, что общайтесь с другими мужчинами. Ну, а что такого? Ещё раз повторю, вы же здоровая, вы здоровая девушка. У вас есть свои желания, у вас есть свои потребности. Если мужчина не может их удовлетворить, это его право. А ваше право какое? Понимаете? В отношениях люди думают о других. Люди не думают о себе. Ну, то есть, в здоровых отношениях человек заботится о себе настолько, что ему не нужно думать о себе. Не нужно заботиться о себе. Он и мне это всё сделал. И он просто в отношения вступает для того, чтобы другого человека хотел делать счастливым. Знаете, вот в здоровых отношениях. Так. А у вас мужчина в такой нерешительной позиции. Вы тоже, на мой взгляд, не уверены в себе, боитесь одиночества. И плюс мужчина имеет для вас повышенное значение. А значит, вы чувствуете сверх мотивацию быть с ним. Это не здоровые отношения. Нельзя назвать здоровыми. А значит, нельзя назвать их теми, что принесёт счастье, удовлетворение, радость и гармонию. И вам нужно корректировать то, что возможно именно вам. Либо мужчина захочет делать то же самое, либо нет. Но вы в любом случае будете идти дальше к своим целям и к своим желаниям. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok